Он обыкновенный сельский парнишка, который сам себе выбрал профессию, сам себе дорогу эту сделал, сам себе выучил и достиг он сам по себе все это. Это его заслуга. Скромно сдержана, как может, только мама героя. Дина Тимофеевна говорит о сыне, заслуга которого подарила жизнь сотням людей. Сергей Костин отучился в Суворовском, потом в Рязанском воздушно-десантном училище. Отважно сражался на полях Первой Чеченской войны без потерь. Смог вернуть весь свой батальон домой. А вот из Дагестана не вернулся сам. Шла борьба за господствующие высоты. Эдуард Цеев до мелочей помнит 13 августа 99-го. Основная задача была не допустить иглу Дагестана. Благодаря своевременно полученным разведданным мы выдвинулись, совершив многокилометровый марш по серпантинам, по горам и опередили боевиков, чтобы они не вошли в районный центр где-то порядка на 5 часов. Борьба шла за самую высокую гору в Ботлихском районе – Ослиное ухо. Штурмовая группа под командованием Костина выбила боевиков с занимаемых позиций. Но к середине дня нашим ребятам понадобилось подкрепление. Как потом стало известно, террористы превосходили их по численности в 5 раз. На помощь пришла группа Эдуарда Цеева, но комбат Костин был уже смертельно ранен. Порядка 70 осколков вошло в тело, но все бы ничего, все были поверхностные осколки. Один вошел в промежреберное пространство и перебил артерию сердечную. Но этого мы, к сожалению, не смогли заметить. Задача была не допустить боевиков, и они не прошли. В августе 99-го в горах навсегда остались 25 солдат и офицеров парашютно-десантного батальона. Спустя 20 лет бессмертный подвиг героев вспоминают не только сослуживцы, но и те, кто, дай бог, никогда не узнает об ужасах войны. Самое главное, я считаю, это не только память во время знаменательных каких-то дат. Мы должны помнить о ребятах каждый день. Каждый день должны делиться этой памятью с нашим молодым поколением. А молодежь помнит. Сразу после митинга в Канышевке стартовал районный турнир по рукопашному бою в честь Героя России Сергея Костина. Такие соревнования здесь впервые. Участие в них приняли порядка 30 юных спортсменов региона. Еще одним важным событием стало открытие памятного знака десантникам, который построили на деньги спонсоров. Это один из самых высоких памятников. Это аналог, который стоит в Розеянском воздушно-десантном училище. Точно такой же размер. Памятник тем, кто с любых высот в любое пекло специально открыли к 20-летней годовщине гибели Героя Костина. Он остался в сердцах родных и товарищей, мужчиной и командиром с большой буквы. Это был образец русского офицера. Это порядочность, профессионализм. Ну, действительно, он олицетворял именно настоящего русского офицера.